После трёхлетнего перерыва украинские гонщики вновь соревнуются в Одессе за звание лучшего. Вместо привычной дистанции вокруг автовокзала спортсмены продемонстрировали своё мастерство на новой трассе у рынка «Седьмой километр». Просто «Чайка», да, мы её все любим и ценим, но её все уже сильно хорошо знают. Поэтому тема интересная – любой выезд не на «Чайку», а куда угодно. Поэтому в Одессу ждали с замиранием сердца, чтобы, не дай бог, не сорвалось ещё что-то. То есть очень хотели новую трассу, любую какую-то новую, но чтобы что-то было другое. Первые заезды выдались для участников особенно тяжёлыми. Несмотря на очистку трассы, дорожное полотно оказалось слишком скользким. Это с лавом на снегу. Вот это самое меткое. То есть я бы всем рекомендовал потихоньку, осторожно вкатываться, потому что, ну особенно, так думаю, мне, потому что с моей мощностью можно отрываться четырьмя колесами от земли в некоторых местах. Кроме того, на дистанции располагались коварные препятствия, выполненные в виде скреплённых между собой покрышек. Перед каждым из них пилотам приходилось серьёзно сбавлять скорость и маневрировать. Всю сложность новой трассы испытал на себе одессит Роман Белецкий. Его автомобиль на крутом повороте вынесло за пределы гоночного трека. Скользковато. Всё нормально, машина целая? Да, всё вроде нормально. Поедем дальше. Надеюсь. За призовые места поборолись порядка 50 гонщиков в четырёх классах. В одном из них лучшим оказался Владимир Апостолюк. Победив в шестой раз из семи гонок, спортсмен досрочно обеспечил себе чемпионский титул в классе LADA 1500. Одесские гонщики закончили соревнования с весьма скромным результатом. Одна бронза в классе GT Open. Следующий этап чемпионата Украины по кольцевым гонкам пройдёт в Полтаве. Там и определятся лучшие гонщики страны. Дмитрий Долматов, Алексей Кулигин. Новая Одесса.